В администрации Ленинского района состоялось внеочередное шестое заседание Совета депутатов муниципалитета. За несколько дней до Нового года перед народными избранниками стояла задача утвердить несколько важных решений. По вопросам внесения изменений в решении Совета депутатов в бюджет района выступил начальник финансового управления Татьяна Макушкина. В первую очередь это касалось уточнение объема межбюджетных трансфертов в составе доходов и расходов Ленинского района. Уточненный бюджет района по доходам на 2017 год предлагается считать в сумме 5 миллиардов 833 миллиона рублей, по расходам в сумме 6 миллиардов 141 миллион рублей, с дефицитом в сумме 308 миллионов. Дефицит в полном объеме закрыт остатками средств на едином счете бюджета по состоянию на 1 января. Решение было принято единогласно. На другими важными вопросами были утверждение правил землепользования и застройки территорий городских поселений Видное и Горки Ленинские, а также сельских поселений Булатниковское и Совхоз имени Ленина. Дискуссию вызвала ситуация с назначением зоны Курт, комплексного устойчивого развития территорий. На примере Горок глава Ленинского района пояснил, что данные зоны предполагают не только застройку жилыми домами, но и появление новых социальных объектов. Курт предполагает обязательное заключение соответствующих соглашений. У нас есть поселение, Горки Ленинские относились к такому поселению, где долгие годы не существовало вообще никаких инвестопизаций перед муниципалитетом. Мы эту страницу перечеркнули и сейчас у нас по каждой застройке, даже те, которые имели разрешение до 1 января 2015 года, до передачи полномочий в область, имеют соответствующие соглашения. Депутаты утвердили эти изменения большинством голосов. Кроме того, на заседании проголосовали за утверждение даты представления главой района отчета за работу в 2017 году. Датой мероприятия было выбрано 14 февраля следующего года.